МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ансамбле «Рязаночка» сколько лет он уже существует и какие инструменты в него входят? Вы знаете, наш коллектив один из старейших в области Рязанской. И в этом году мы отмечаем 45 лет со дня основания. Основал наш коллектив заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Иванович Стоднячук. Основан был коллектив еще на заводе электронных приборов. Тогда еще вышел он из художественной самодеятельности. И в 90-х годах он получил статус как уже профессионального коллектива на базе Муниципального культурного центра. 45 лет – для нас очень значимая дата, которой мы очень гордимся. Расскажите, пожалуйста, сколько человек в вашем оркестре? Какие инструменты там собраны? В нашем коллективе 16 человек, 8 девушек, 8 парней. Также насчитывает 4 человека инструментальной группы. Два баяна, балалайка и балалайка-контрабас. Но варьируется у нас. Есть ребята, играют на желейках, на трещотках артисты задействованы. Вы сказали о балалайке-контрабасе. Что это за инструмент? Балалайка – огромная, самая большая балалайка. Басовая. Какие ноты она исполняет? Какую функцию вообще выполняет в оркестре? Функцию баса. Пум-пум-пум-пум. Отлично. Вы ведь сами играете в оркестре, правильно? Да, я сам являюсь артистом, играю на баяне. Чем он отличается от аккордеона? Я знаю, что многие не представляют разницы. Очень хороший вопрос. Многие сейчас не знают, особенно детям. Мне приходится часто рассказывать. У аккордеона правая клавиатура, фортепианная клавиша, ну, как у пианино. А у баяна другое расположение, там кнопочки круглые, кнопочки другое расположение. Левая рука идентична, но очень похожа. И сам принцип похож. Но вот правые клавиатуры отличаются между собой. Расскажите, нужно ли получать специальное образование, чтобы играть на народных инструментах? Ведь та же балалайка, казалось бы, три струны, и уже есть музыка. Ну, вы знаете, смотря на каком уровне. Я лично сам закончил консерваторию, играю на баяне достаточно профессионально. В коллективе и в оркестре, и у себя в коллективе, Рязаночка. На балалайке тоже у меня парень играет, Иван Миронов, балалайшник. Он профессиональный инструменталист. Но есть люди, кто играет, смотря на каком уровне, исполнять. Кто-то пытается играть и без образования. В принципе, все возможно. Давайте посмотрим фрагмент одного из ваших выступлений. ПЕСНЯ 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 Расскажите немножко о репертуаре вашего ансамбля. Какие песни исполняете, каких композиторов и вообще есть ли композиторы у народной музыки? У нас очень обширный репертуар. Мы представляем, во-первых, песни Рязанской области, где бы мы ни были, поездок у нас очень много. И стараемся репертуар включать, и они у нас есть именно Рязанской области. Также авторскую музыку исполняем. Это также наших композиторов рязанских. Аверкин, Александр Аверкин, Октябрь Гришин, Александр Ермаков. И очень много у нас патриотических песен. Есть песни шуточные, то есть очень разноплановый репертуар. Расскажите, что сложнее исполнять? А классические, уже традиционные или какие-то новые произведения? Вот что больше нравится вам, артистам? Вы знаете, вот лично я сам исхожу, и наш коллектив мы пробуем. Конечно, бывает такое, что берешь песню, и вроде бы все на месте стоит. Но вот что-то, вот душа не лежит, и мы ее оставляем. Допустим, через какое-то время она пошла в лучшем цвете. Бывает, что сразу же песня идет, вот сходу начинаем учить, и сразу же это вот то, что надо. Тут, вы знаете, творческий такой процесс, как бы сложно сказать, от чего это зависит. Как бы мы люди тоже творческие и сходим из того, что нам нравится, то, что нам душа подсказывает. Насколько сложно работать с другими коллективами? Ведь нередко вы встречаетесь на одной сцене с другими народными, ненародными. Да, нам есть чем похвастаться в этом плане. Это очень хорошо, работать с другими коллективами, нам очень нравится. И в нашем опыте есть работа с коллективом ВИА-006. Это молодые ребята из Пронска, гитары, ударники, современная группа. И вот мы с ними сделали программу на 9 мая, патриотическая программа, где мы в военной форме. Давайте посмотрим фрагмент этого выступления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какое количество времени нужно для того, чтобы сыграться, почувствовать другого исполнителя? Субтитры создавал DimaTorzok Строгих нет таких вот правил. Программа бывает более сложная, более легкая. Все зависит от степени нашей готовности. Тут тоже нет таких строгих и жестких критериев. Главное выпустить качественный продукт. Так вот скажу. А с кем проще работать? С теми, кто близок к вам по тематике, да, тоже играет на народных инструментах? Или какой-то совсем другой жанр, другой стиль? Ну вот повторюсь, что мы работали и с московской группой, и с оркестром народных инструментов. Везде есть свои особенности. Нам нравится работать со всеми. У нас так все идет на таком подъеме, наша работа. Нам нравится так работать, что нам легко работать со всеми. В классическом оркестре есть дирижер. Вас кто-то управляет коллективом? Или это уже настолько сыгранный организм? Мы спиваемся настолько, что чувствуем друг друга. А есть какие-то моменты, хитрости, тонкости, как мы ориентируемся между собой. Это я оставлю в секрете. Даже завесу тайной не приоткроете, но немножко. Но есть чувство, что называется, чувство локтя. Потому что артисты находятся в тесном соприкосновении, можно так сказать, между собой. И чувство локтя, оно здесь играет, я думаю, что главенствующую роль. Есть ли какие-то сольные партии в народных инструментах? Или все должно сливаться? Ну, сливаться должно, безусловно, все. Но есть сольные, естественно, запевы. Есть сольные инструментальные какие-то вставки, проигрыши. Разнообразная музыка. И мы стараемся ее разнообразить. Стараемся все это вставлять и разнообразить нашу музыку, наше исполнение. Мою грудную разнообразую, мою грудную зеленую. Мою грудную разнообразую, мою грудную разнообразую, мою грудную зеленую. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ансамбль «Рязяночка» – это чисто рязанский коллектив? Или вы выезжаете на какие-то конкурсы, может быть, на другие города? – Ну, вообще за 45 лет коллектив объездил много городов и стран. Есть две поездки на БАМ. У нас есть старейшая артистка ансамбля Лиды Константиновой Зайцевой, которая очень это все рассказывает, очень красочно, которая проехала все эти страны, рассказывает, в каких условиях они жили тогда, в советское время. Также есть поездки в ГДР, в Польшу, Испанию. Последняя поездка заграничной у нас была в Италию. Фестиваль «Летний сад искусств» в город Бари, где находятся мощи Николая Чудотворца, который привезли в Москву в этом году. Но вот для нас специально там открыли эту базилику. Мы удостоены очень такой большой чести. Как иностранцы воспринимают русскую музыку, рязанскую? На ура! Вы знаете, хотел бы этим похвастаться. Ну, во-первых, мы сами даем такой посыл и такую энергетику людям. И нам самим так нравится, что аж, бывает, мурашки пробегают у нас у самих. Я думаю, что это отражается и на зрителях. Насколько вообще иностранцы знакомы с русскими народными инструментами? Узнают ли они то, на чем вы играете? Ну, вы знаете, балалайку узнают всегда и везде. Тем более, у нас есть балалайка «Контрабас», большая балалайка. А вот выступление в Италии. Многие люди, вот много было мигрантов. Русские люди там присутствовали на нашем концерте. Это было на большой площади, очень красочно все. У некоторых были даже слезы на глазах, услышав родные мелодии. Это вот игры про русских людей. Но иностранцы все принимают на ура. И всегда слушают с интересом. Какой инструмент, может быть, вызывает у них наибольшее удивление? Вот какой незнаком иностранцу? Может быть, жилеечка. Жилеечка – интересный инструмент, такая дудочка. С интересным, очень таким проникновенным звуком. Мне кажется, и не все русские люди знают такой инструмент. Стараюсь задействовать как можно больше вот таких вот инструментов. Жилеечки, сопелочки, трещотки, шумовые ударные инструменты. Как получается рождать музыку? То есть это уже готовые ноты? Либо вам, как руководителю, приходится адаптировать их под инструменты? Ну, исхожу всегда из того, и наш коллектив исходим из того, что нам нравится, во-первых. И это очень хорошо. Мы исполняем то, что нам по душе. Ну, процесс творческий идет, задумка бывает одна. В ходе разучивания песни ищем варианты какие-то другие. Кто-то из артистов предлагает варианты. Мы пробуем все, и потом выбираем оптимальный вариант. Иногда меняется кардинально. Иногда мы что-то подстраиваем по ходу исполнения песни. В творческом поиске находимся непрерывно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Дмитрий Козырев, руководитель ансамбля «Рязаночка». До новых встреч. И приходите на наш юбилейный концерт, который состоится в Муниципальном культурном центре 2 декабря. Редактор субтитров А.Семкин